Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Черногории, в городе Бар. Сейчас мы едем в монастырь святого Сергия Радонежского, чтобы служить божественной литургией. Много в Черногории гор, на которых стоят древние церкви и монастыри, но только одна из них стала бессмертным символом народного покаяния, любви к Богу и воскресения души народной. Эта гора носит необычное название Румия. Румия из арабского – христианка. Мусульмане называли Византию. И эта гора издана была символом православия. Вот именно у подножья этой горы, в тихом уединенном месте, в горном ущелье между Адриатическим морем и Скадарским озером, расположился женский монастырь преподобного Сергия Радонежского. Тихая обитель, небольшой живописный храм Созвоницы. Монастырь этот был основан 19 июня 2009 года по благословению митрополита Черногорско-Приморского сербской православной церкви, владыки Амфилохия. Именно с этого момента и начинается возрождение монашества в этих святых местах. Настоятельница монастыря монахиня Феодора Субботина, родом с Урала, подвизается в монастыре уже много лет. Вместе с монахиней Сергией они несут послушание в строительстве обители преподобного Сергия Радонежского. В монастыре хранятся частицы мощей святых мучеников преподобных святого Дмитрия Ростовского, святого Луки Война Ясеницкого, святого Гурета Вреческого, преподобным Старцем Оптинским, преподобным Петра Корижского, преподобного Засиме Синаиту, преподобной Софии Суздальской, преподобной мученицы Елизаветы Феодоровны и блаженной Параскеве Дивиевской. «Перед тем, как мы поднимемся на гору Румию, я хочу вам рассказать немного о короле святого мученика Иоанне Владимире, почему так люди его почитают, почему каждый год 4 июня в баре проходит крестный ход во имя этого святого, и тысячи, тысячи людей идут по всему городу с молитвами. Огромное количество батюшек, митрополитов приезжает именно в этот день в бар, почему именно с его крестом поднимается на эту гору». С детства святой Иоанн Владимир был наделен духовными дарованиями – кротостью, смирением, благоразумной молчаливостью. Он изучал воинское дело и стал выдающимся полководцем, но продолжал отличаться примерным благочестием, хорошо знал священные писания, был милостив к бедным. Благодаря этим качествам ему удалось многих еретиков вернуть в православие. Как монах он пользовался всеобщей любовью, которую приобрел мудростью и добротой. В его царствовании было открыто много больниц, странноприимных домов и монастырей. Видя столь богоугодный образ жизни, король Иоанн Владимир был вынужден непрестанно бороться с врагами. Однажды болгарский царь Самуил напал на сербов с большим количеством войск. Король Иоанн Владимир уклонился от битвы и обосновался со своей дружиной на высокой горе Облик. Здесь его люди стали страдать от укусов ядовитых змей. Святой Иоанн Владимир со слезами стал молиться Богу о помощи, и Господь гнял его молитве. Некоторое время царь Самуил не мог нанести поражение осажденным сербам, но местный князь оказался предателем. Когда сербы поняли, что поражение неизбежно, святой Иоанн Владимир собрал своих людей и сказал им, «Лучше будет, если я положу душу свою за вас и добровольно предам свое тело на смерть, чем вы пропадете от голода и меча». Сказав это, он простился со всеми и отдал себя в руки царю Самуилу, который заключил его в темнице города Пресно. Святой Иоанн Владимир непрестанно молился в темнице, и ему был послан ангел Божий, который укреплял его дух и предсказал освобождение, а впоследствии не мученический венец. Дочь царя Самуила Касара в монашестве Феодора отличалась милосердием и часто обходила темницы. Она полюбила молодого красивого пленника и умолила отца, который ни в чем ей не мог отказать, отпустить его. Царь Самуил женил святого Иоанна Владимира на своей дочери и вернул ему трон. Вернувшись домой, король Иоанн Владимир предложил Касаре жить целомудренно, во исполнение заповеди Христовой. Касара послушала его, и так они жили, любя Бога и управляя своим народом со страхом Божиим. Тем временем произошли изменения в болгарском царстве. Умер царь Самуил, был убит его сын Гавриил, и на престол зашел Владислав, недоброжелатель святого Иоанна Владимира. Святому было видение. Он увидел орла, несшего крест. Птица парила над лесом, затем опустилась и положила крест на землю. Блаженный король поклонился к кресту и воздвиг на этом месте храм, в котором молился днем и ночью, ожидая мученического конца. Царь Владислав замыслил присоединить своим владением державу святого Иоанна Владимира и с этой целью позвал его к себе, будто бы для заключения какого-то договора. Напрасно Касара, предчувствуя недоброе, убеждала мужа не ехать. Святой Иоанн Владимир прибыл в прессу. Увидев подходившего короля, Владислав выхватил меч и ударил святого Иоанна Владимира, но не смог причинить ему вреда. Святой сказал ему, хочешь убить меня, брат, но не можешь. И, вынув свой меч, отдал ему, говоря, возьми и убей меня, готов на смерть, как Исаак и Авель. В первую ночь после погребения святого Иоанна Владимира над его могилой был виден чудный свет. Это так напугало болгарского царя, что он отдал тело святого его супруге Касаре и разрешил его погребение, где она пожелает. Вдова положила тело мужа в храме во имя Пресвятой Девы Марии в крайне. Перенял монашество. Она провела остаток жизни вблизи гробом и любимого мужа и впоследствии была погребена рядом с ним. Царь Владислав погиб при осаде Серспкого в городе Драча в начале 1018 года. Ему внезапно явился воин с ликом святого Иоанна Владимира, а когда он в ужасе бросился бежать, ангел Божий поразил его. Крест святого короля-мученика Иоанна Владимира хранится в братстве Андровичей, как величайшее реликвие. Место, где он хранится, известно только им. Ежегодно в День Святой Троицы, во время крестного хода на вершину покаянной горы Румии, этот крест несут к храму Святой Живоначальной Троицы. Крест святый, кои ти се явио с небеса, проповедао си свима. Просветливши јасно народе, славни Јоване Владимире, Проливањем крви своје украсио се јеси и удостојио непропадљивих поћасти. Стоаци пред святому Троицо, зато се со смелощјўўўўўўўўўўўўўўўўўўўў. Затем крестным ходом паломники спускаются к святому источнику, который и освящается этим древним крестом. В этом году, в 2024, все желающие посетить гору Румию и отпраздновать этот чудесный праздник Святой Троицы будут собираться в 9 часов вечера возле храма святого Ивана Владимира в Баре и ехать в Микуличи. В 11 часов вечера будет праздничное обдение в монастыре Сергия Радонежского. В час ночи начинается крестный ход от церкви Святого Николая в Микуличах к церкви Святой Троицы на вершине Румия. Для тех, кто не идет на гору, в 2 часа ночи будут проводить литургию в монастыре преподобного Сергия Радонежского. В 5 часов утра будет проводиться литургия в церкви Святой Троицы в Румии, как раз с восходом солнца. В 11 часов освящение воды в ручье Пита в Микуличах. В 12 панихида на кладбище возле церкви Святого Николая в Микуличах. В 12.30 лития вокруг церкви Святого Николая в Микуличах и целование креста Святого Ивана Владимира. В 14.00 духовное вечернее в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо вам за ваши лайки, подписки, комментарии. Я вас люблю и обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok